Отдельно я бы хотел сейчас, наверное, рассказать про бюро пропусков. Эту фичу так называемую мы начали делать буквально недавно, может, две или три недели назад. Вот, но уже через, на следующей неделе этот функционал появится в релизе. То есть пока это так называемый базовый функционал, и мы реализовали пока только одну историю. Звучит она как «Я, как пользователь, могу самостоятельно выдать пропуск на автомобиль». Да, то есть этот сценарий может быть использован как в офисах, так и в ЖК. То есть, например, я как житель могу, сидя из дома в мобильном приложении, просто вбить номер курьера либо гостя, да, то есть и он спокойно проедет через шлагбаум благодаря автотрассиру. То есть для этого нужно, чтобы на точке въезда у вас использовался автотрассир, да, то есть чтобы автоматически распознавался автомобильный номер. И, собственно, настроенное бюро пропусков. Вот, то есть выглядит это, здесь у меня небольшое видео, я не знаю, если я запущу. То есть вот я зашел в модули, выбрал скут, выбираю заявки на пропуск, да, и здесь уже могу, соответственно, создавать заявки, выбрав шаблон посетителя, доступный мне как пользователю, об этом чуть ниже я сейчас расскажу, да, вбив какое-то произвольное имя для этой заявки и, соответственно, автомобильный номер, который мне сообщили для того, чтобы автотрассир его распознал и пустил, соответственно, на территорию. Вот, это то, что видит именно пользователь. То есть, как вы обратили внимание, здесь нет никаких настроек по времени, по точкам, да, то есть сколько этот автомобиль может находиться, это уже прерогатива администратора, об этом сейчас чуть ниже. После того, соответственно, как вы создали заявку, да, она падает в интерфейс уже оператора, который называется «Заявки на пропуск», оператор уже видит все заявки, которые создают пользователи, да, то есть если в мобильном приложении вы видите только созданные вами заявки, да, то оператор, охранник, да, то есть видит уже все заявки. В дальнейшем это роль оператора-охранника, это роль того, кто еще и выдает пропуска, да, то есть это будут карты доступа с сканированием документов и вот это вот все, то есть классический такой интерфейс-бюро, функционал бюро пропусков. Вот, но на текущий момент он здесь может просто видеть все заявки, созданные, кто на какой автомобиль, то есть создал заявку. Вот, как эта история настраивается? То есть в настройках трассир в модуле SCUD есть такой раздел, как шаблоны посетителей, на самом деле здесь настраиваются шаблоны прав посетителей, да, то есть здесь мы с вами выбираем, кто может создавать заявки, это фактически пользователи, да, и здесь вы выбираете учетные записи. Их это могут быть как локальные, так и облачно учетные записи. Вот, также это доступные типы идентификаторов. Повторюсь, сейчас мы сделали только автомобильные номера, да, с распознаванием благодаря автотрассиру. Вот, и здесь же вы ограничиваете срок действия. На текущий момент доступный срок действия – это время с момента выдачи, да, то есть он задается здесь в днях, в часах, то есть после того, как был выдан пропуск, через указанное время он обнуляется, да, то есть какое, вот, соответственно, в дальнейшем, конечно же, тут и тип идентификаторов расширится, плюс сюда добавится еще ряд ролей, помимо того, что кто может создавать заявки, будут роли, кто может выдавать пропуска, кто может согласовывать заявки, да, то есть это различные сроки действия, разовый пропуск, время отсчета с момента проезда через точку, точки и так далее, то есть мы только, повторюсь, начали делать этот функционал, вот, поэтому будем его развивать. Если есть какие-то у вас идеи, предложения, пишите, вот, с радостью, то есть было бы здорово, чтобы вы тоже поучаствовали немножко в развитии этого функционала. Помимо всего этого, я уже говорил, это открытая API, у нас к нему идет подробная документация, вот, соответственно, благодаря этому API вы можете интегрироваться с HR-системами, да, то есть какими-то домовыми системами, вот, то есть назначать из сторонних систем права, создавать пользователей, да, и так далее. Ну, с устройствами тоже там все можно делать. В общем, все, что я показал, можно делать практически все через API. Настройка гибких реакций правил. Здесь речь идет о том, что, во-первых, все события, с куда можно ими оперировать с помощью правил, да, это наш простой конструктор, так сказать, да, правил, что в случае события такого-то сделать то-то, ну, например, там, в случае прохода сотрудника проиграть звук, либо, там, зажечь лампочку и так далее. Вот, либо это уже может быть что-то более сложное, для этого вы можете воспользоваться скриптами Trassir, да, то есть и более сложные какие-то кастомизированные сценарии реализовать.